Уже снег. Вот это я засиделся. Бегу. Ты глубже кидай. Глубже топи. Бежи к своим родителям и скажи, что приехали два рыбака. Ждут их в гости. Вот это. Вот это кобылка. Хорошая. Вот она. Друзья, бесконечность. Упала. Отлично. 20 градусов. 20. А было еще полтора часа назад 33 градуса. Ну что, нужно попробовать завести квадроцикл. Но что для этого мы сначала сделаем? Для этого мы сначала его разогреем. Для этого мы берем баллончик газовый. Одеваемся. 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 погрели в общем разогрели моего часа 21 12 под квадриком разогреть ну что пошли пацаны кто со мной идет мороз 33 не завелся поэтому да и не было смысла его заводить беру все необходимое иду пешком пешком на рыбалку со мной идет унка и возможно победа брэк который 10 дней где-то был в загуле загулял мальчишка прогуляемся по снежному хрустящему морозу ветра нет поэтому даже 30 достаточка воспринимается по-другому приятно пока руки не могут пока идем даже накатали дороги квадроциклами давай уночка вперед надо идти недолго где-то в полчасика хрустящему снегу почти дошли прогулялись по лесу хорошо так тихо собачки прибегали первый лед и минус 33 наблюдаем вон она одна жерлица стоит а вторая стоит место это хорошо и там стоит велики наши друзья а еще одна стоит 4 5 ух ты у нас великолепный поклев погулялись смотрим что у нас тут здесь у нас разнотало полоса ну че расставляемся так и вперед рыбачим рьешь по льду а он ух трещину такую дает сколько шуги еда сколько наколотил ну че сейчас солнышко выглянуло может мороз чутка спадет лед трещит у них что-то тут такой дергает что дергает дергает щучка щучка маленькая щучка ну ладно спочинул я подумал тут же вес а тут у нас где мои щипчики . вам пожрать поймал да крючок такая килограммушка я бы может быть ее отпустил бы если бы она только поймалась она уже поймалась давно поэтому она активности у него какой устала тут бороться поэтому наши собачки тоже кушать хотят ну вот первую поймали так вот это вот мне нравится что замерзал подбежали подбежали скажем встал техника изменилось встал встал так Субтитры сделал DimaTorzok 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 вот видишь он что-то да поймали ну вы друзья хорошие два с половиной килограмма щучка ха-ха-ха ну что смотрим выставляем дальше хорошие два с половиной хорошо схватила хорошая леска доброе утро друзья рыбаки и любители рыбацкой ловли ну сегодня мы решили себя побаловать и приготовить испечь хлеб для этого нужно вытащить из зольника всю залу из печи нарубать наколоть новых и разжечь и приступаем так друзья пока мы были с вами на рыбалке я ведь я уже поставил тесто значит что мы сюда использовали немного сахара дрожжи развели литр воды муки сколько муки ушло пол пакета 2 килограмма муки вот тесто у нас запаривается или как называется подымается ждем в общем 4 часа даже меньше пока тесто должно подняться на полную кастрюльку правильно вылазить вот ну все-таки информативно я вам рассказал что у нас есть значит печку мы потом она у нас сейчас прогорит полностью мы ее освободим но чем вы процесс увидите хлебные хлебницы у нас вон они стоят мы их тоже подготовим все но пока я такой голодный поем такой вологодской вологодской брусничного варенья очень вкусно и прямо в душе от кушал и шуме тут деда витя ставил немножко яичница отлично сейчас мы позавтракаем яичница точнее даже пообедаем а потом все увидите в процессе хотел показать у нас закончился в домике свет в общем и мой аккумулятор сдох и этот аккумулятор почти месяц и тарел поэтому мы сейчас к моему квадроциклу заведенному отключили мой аккумулятор и подключили тот аккумулятор который анечка тащила фильме в нашем канале вот мы его сейчас заряжаем чтобы у нас вечером был свет а солнышко какое ой сказка ветерочка практически нету и рыбка клюет но слабенько и умка бегает счастливая до сухарики грызет эти моя умочка и моя хорошая вот бочку с живцами уже опустошили завтра собираемся домой хочу каша как вкусная каша не кушаешь кашку давай ням ням овсянка с колбаской рыбкой а ну-ка покушай покажи вкусно покажи покажи кушай кушай вот молодец а говоришь не вкусненько она и солененько там и язык и под языки и колбаска все для вас вот молодец умочка кушает и обратно подошел давай молодец ты как вкусно кушаешь молодец вот вам сейчас холодно вам нужно питаться иначе замерзнете брэк 11 дней и шарился где-то по тайге хромает пришел худой такой чувствует себя виноватым виноватым чувствуешь себя правильно чувствую себя виноватым как тесто у нас поднимается поднимается все выше и выше выше и выше отлично интересное явление с учетом того что были сильные морозы прихватила заход реки озера и через речки по речке вода пошла поверх поверх льда получается вот такая наледь она прет по верху виктор говорит что может появиться скоро там или там в любом месте вот такое наблюдение был лед а теперь вода поверх льда еще больше и больше прибывает вот почти на 10 сантиметров увеличилась сверху пришла такая вот у нас история подбрасываем дровишка нам нужно печку растопить нам было идеально для выпечки хлеба это все должно прогореть правильно такое супер подбивало так ну вот друзья у нас смотрите тесто подошло он поднялась а мы берем формочки заливаем в каждую формочку немножко маселка получается нужно растереть полностью формочки такие горячие а на печке разогреваем формочки мы протираем хорошо маселком хлеб у нас будет просто горячий со сметанкой с маслом конечно это можно все делать и перышком специально все готово следующий у нас процесс мы руки смазали подсолнечным маслом чтобы тесто не прилипало к рукам и вот таким вот образом мы его перемешиваем и сразу формочку на три части дает получается у нас делится какой хороший кусок теста еще первое надо чуть-чуть добавить на делаем три равномерные порции теперь наша задача подождать и выждать пока это тесто в этих формочках приподнимется формочки нас тепленькие и ставим их на печку они быстрее 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 поднимется потихонечку потихонечку нас формочки заполняются тесто поднимается значит мы сделали все правильно так что будем скоро печь хлебушек еще немножко еще чуть-чуть и наш хлеб совсем поднимется нужно будет высовывать ложек печь для испекания печь и дверь открыть собираем жар но выдачи на улице перчатки выкидываем нужно потом можем поставить обратно ну туда засунуть действительно закрывать закрываем уже мало-мальски уголь очки поставили мы туда наши формочки с хлебом печь немножко ждем оно должно подниматься он короче вываливается до туда прям с формочек начнет наша задача этот процесс поднимания пресечь для этого мы закроем задвижку ну и соответственно закроем задвижку задвинули теперь мы это погасим вы получается как бы тягу да гасить что этим процессом мы сделали вот задвинув задвижку подниматься больше не то есть получается тяги нету соответственно как бы не сосет засыпать не тянет жару разворачиваю вот у нас наступил вечер вечерние жерлицы 1 размотка флажок 2 3 может быть на каком-то из них сидит здесь друзья не понял или где-то зацепила там что-то очень тяжелая прям щек что ж такое не понял . . первым делом я вытаскиваю тычку а вторым делом а вторым делом там еще щука хорошая щука сидит и не хочет хорошая друзья сидит лишь бы не порвала лишь бы не порвала потихонечку друзья бесконечность отличная мамочка ха ха да ты же моя прелесть вот какую красоточку вытащил видали намотал на тычку я думал там вообще слон неподъемный а это хорошая зачетная да 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 великолепная щука вот это адреналин вот это адреналин обалдеть тише 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 давай-ка я тебя подальше вот такая как она резвая это я вам скажу где-то пятерка а то и больше что-то в районе шестерки где-то в районе шестерочки блин и держа и держится она едва-едва он этот конечно бы если ей дать возможность тут до утра она бы тут все поотрывала бы вон крестик этот крестик крючок едва-едва держится вот это бесконечность тихо тихо сейчас я уберу да тише ты вот и все то есть она бы просто мало-мальски бы и порвала бы все ох хороша хороша моя зачетная очередная мой трофейчик вот так вот по пояс ну не по пояс но почти но это 5-6 килограмм yes ну а пока не поздно ну вот блин тычку еще достали какую-то офигеть я она бы могла просто оборвать вокруг этой тычки она ее получается вокруг прокрутила ну вот заодно еще и тычку спасли так ну у нас еще две жерлицы кто его знает есть там нету вечерняя проверка значит не зря сегодня я ходил и хлеб мы печем и крокодилов сегодня ловим прям вообще замечательно трофейный день если бы вы знали друзья что мне сейчас в душе творится это хорошее ощущение я бы так сказал не каждый день такие крокодилы ловятся но когда они ловятся это так приятно вот отлично порыбачили а где этот грузик что это грузика нету что ли там был же тут грузик куда он делся это я получается самодельно ставил и грузик тут тоже был самодельный ну ладно получается грузик вылетел она его получается тут был у меня свинцовый грузик самодельный она будет на такой глубине ловиться хорошая глубина и тебя хрустит хрустит грузик я не плачал не плачал вы хорошая красавиточка, настроение прям боевое того я поймал пять трофеев здесь что-то идет друзья, хорошенько, хорошенько, сидеть себе спокойненько, сидеть себе спокойненько ну вот это такая почти 3 килограмм мы спокойненько сидим о, хорошая, едовая все, кина не будет, рыбалка на сегодня завершена едем домой, хлеб ждет, горячий ну вот, друзья, у нас испекся хлеб сейчас мы его вам покажем немножко поджарился первая булочки, кто любит не поджаристый хлеб вот такой красивый вот а пахнет-то как хлебом прям как будто вот в пекарню залез я помню, когда-то в детстве в пекарню ходил очень вкусно ну и чтобы вы видели, что это не муляж хлебушек корочка хусть пряча прячем, прячем одну булочку сейчас застаем быстро засмасываю остальное, чтобы не остыло ну все, друзья сейчас будем пробовать смотрите, какая ммм низ поджаристый ммм и мышка какая-то он грызла хлебушек пока хлеб горячий надо его кушать была у меня детская такая болезнь бегать в пекарню просить не горячий хлеб и потом прибегать его а я еще в технику научился напротив была пекарня и мы постоянно туда бегали мальчишками и ну давайте я скажу, что покупали хлеб там каждый из вас, сами думаете, студенты голодные холодные покупали они или потасили или что-нибудь думаете ммм вещь ну на этой приятной ноте, друзья делайте хлеб печите хлеб сами и всегда у вас будет дома горячий свежий хлеб ничего сложного ничего сложного ведь вот все в